Ну что ж, мои часы показывают два часа по московскому времени. Давайте начнём наш вебинар Народного университета детства 5 ноября, посвящённый двум интересным темам. Метод моделирования сказок расскажет Наталья Матыенко и «Ребёнок в правовом поле» расскажет Оксана Луканен. А сейчас мы приглашаем Наталью. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги! Тема моего вебинара «Метод моделирования сказок с использованием дидактического пособия «Конструктор сказок». Сегодня наше государство ставит задачу чрезвычайной важности, чтобы каждый из тех, кто ходит в детский сад, вырос не только сознательным членом общества, не только здоровым и крепким человеком, но и обязательно инициативным, креативно думающим, способным выражать свои мысли, желания и чувства, умеющим различать условную реальную ситуацию. Но, как известно, сами по себе эти качества не развиваются. Именно поэтому необходимо создавать в детском саду такие условия, при которых сам ребенок становится инициатором процесса образования. Одной из адекватных дошкольному возрасту форм формирования данных качеств является знакомство с художественной литературой, а именно со сказкой, как с народной сказкой, так и с авторской сказкой. Однако в своей работе я столкнулась с проблемой. Дети испытывают затруднения при пересказывании сказок, при составлении текстов сказочного содержания. Высказывания в основном однотипные, повторяющие высказывания предыдущего ребенка. Удобный способ знакомства детей со сказкой, на мой взгляд, это интерактивная доска. Но поскольку в нашем детском саду финансирование не позволяет ее приобрести, я попробовала делать интерактивные презентации. Но как такового видного эффекта это не показало. И поэтому я разработала и изготовила дидактическое пособие, конструктор сказок, с которым хотела бы вас познакомить. Данное пособие представляет собой две фанеры, которые укреплены по периметру деревянными брусочками, скреплены между собой обычными дверными шарнирами и в собранном виде представляют собой как некий чемоданчик, в который удобно, легко складывать съемные элементы. Сверху фанера обтянута белокротканью. Белокроткань это ткань, которая продается в магазинах ткани. Она на клеевой основе, продается метражом шириной 90 сантиметров и собой представляет мягкую сторону липучки для одежды. Чем это удобно? Это удобно тем, что она хорошо проклеивается на фанеру и дает возможность элементы прикреплять в любое место. Никаких ограничений в этом нет. В свою очередь все съемные элементы снабжены липучками. Теперь я бы хотела отдельно остановиться на съемных элементах. Съемные элементы я сначала изготавливала из бумаги. Я распечатывала картинки, ламинировала их, также с обратной стороны приклеивала липучку и на поле оно хорошо держалось, но для использования было неудобно. Они скользкие, выпадают из рук и взять со стола их не очень удобно ребенку. Они не берутся, если перевернуты лицевой стороной вниз. Потом я попробовала изготавливать из фетра, нашивая на него отдельные мелкие элементы. Это очень долго и не позволяет изготовить эти элементы в большом объеме, потому что ограничены и во времени, и в каких-то умениях. Дальше я попробовала на фетр при помощи термотрансфертной бумаги наносить изображение картинки. Картинки распечатала при помощи термотрансфертной бумаги, наносила на фетр. Это пришивала на основание из фетра, снабженное также липучкой. Данный способ, конечно же, позволил расширить границы. Картинок можно найти много, но стоимость термотрансфертной бумаги не позволяет их изготавливать также в очень большом объеме. И в итоге я пришла к одному очень интересному способу. Я стала изготавливать эти элементы при помощи печати на габардини. На габардине распечатываются на обычном принтере картинки, абсолютно любые с интернета. Этот габардин при помощи флизелина клеевого проклеивается и также пришивается на фетровое основание, на которое я заранее пришиваю липучки. Данные элементы, данные герои сказок, какие-то атрибуты для проигрывания сказок получаются очень яркими, они очень приятны по тактильным ощущениям и также с ними детям очень легко работать, потому что все приклеивается, удобно брать со стола и проигрывать сказку. Вот в печатном виде данные элементы на габардине выглядят вот так. На А4 по листу А4 распечатываются и проклеиваются на обычный фетр, пришиваются. Ну и сеть интернета дает возможность делать какие угодно картинки, их в интернете очень много. Теперь я хочу рассказать вам, как я использую конструктор сказок в работе. На первых этапах мы с детьми проигрывали знакомые сказки, либо те сказки, которые только что прочитали. Мы выбирали героев, обязательно описывали их характеры, обсуждали действия этих героев, выбирали дополнительные элементы в сказке, домики, тропинки, березки и размещали их уже в соответствии с сюжетом сказки на игровом поле. И после того, как у нас поле для сказки готово, мы уже пересказывали сказку, одновременно проигрывая ее на поле конструктора сказок. После того, как дети научились пересказывать сказки, я стала вносить разнообразие. Герои могли подбираться случайным порядком при помощи волшебного мешочка, при помощи кругов лулия. Также при ответах на вопросы. Оживляя героев, также можно вносить характерные, не характерные для данного героя особенности характера. Ну почему бы не сделать Бабу-Ягу красивой, доброй, желающей всем помочь. А сюжетную линию сказки можно также определить при помощи упражнений. Волшебный, где-то кто-то. Можно использовать круги лулия. Можно детям задать ход сказки, ход направления развития сюжета. А можно и положиться на детей. Они сами выведут сказку в то русло, в которое захотят. Также выбираются дополнительные атрибуты к этой сказке. Сначала дети очень терялись, когда в сказку «Теремок» попадала Баба-Яга. А сказка «Гуси-лебеди» остались у нас без гусей-лебедей. Но общими усилиями мы находили решение. Дети предлагали совсем неожиданные повороты сюжета сказки. Сейчас, выбирая элементы для игры, дети сами предлагают и неожиданные героев, и, казалось бы, совсем неподходящие дополнительные элементы. Но в результате получаются очень интересные сказки. После того, как мы проиграем сказку, при помощи конструктора создадим свою новую сказку, мы обязательно ее оформляем в печатное издание. В данном печатном издании мы распечатываем и ламинируем листрации к этой сказке и также делаем съемные элементы, которые могут у нас передвигаться со странички на страничку. Это позволяет еще раз проиграть эту сказку, а может быть, пофантазировать и создать абсолютно новую. В результате использования конструктора сказок дети не только стали пересказывать сказки, используя прилагательные, синонимы, антонимы, но также и научились создавать что-то новое, отклоняясь от шаблонов и общепринятых схем. И это помогло им находить выход из предложенных в сказочных сюжетах ситуаций для своих героев, где-то обхитрить героя, соперника, где-то предлагать нестандартные решения для решения проблемы, сочетать несочетаемые качества героев, придумывать необычное применение атрибутом сказки. Как видите, конструктор сказок прост в изготовлении и может стать вам хорошим помощником при знакомстве детей с художественной литературой, в развитии образной речи и креативного мышления. А это, в свою очередь, поможет нам достичь задачи, которую ставит перед нами государство. И вот теперь я бы хотела с вами при помощи конструктора создать сказку. В нашей сказке жил-был дед. А вот какой был дед? Раньше с детьми мы уже обговаривали характеры тех дедов, которые у нас есть в наличии. Так вот, какой же у нас был дед? А дед у нас был веселый. И дети определяли, что веселый дед у нас вот этот, этот дед у нас задумчивый, этот дед у нас испуганный, а этот дед у нас, ну, сердительный, рассеянный. Так вот, в нашей сказке жил-был дед веселый и трудолюбивый. Дети выбирают и оставляют одного дедушку, самого веселого. А где же у нас жил дед? А дед у нас жил в домике. Предлагаем детям для выбора несколько домиков. Вот. Но вначале я сказала, что у нас дед был трудолюбивый. Так вот, трудолюбивый дед построил дом из кирпича. А с кем же жил у нас дед? А жил дед у нас с бабушкой, которая очень любила вязать. И была веселая старушка. Посмотрев на бабушек, дети выбирают бабушку веселую, которая любит вязать со спицами. Еще с дедом жила внучка. Внучка наша была тоже веселая девочка. Ее очень любила ходить в лес с корзинкой, по грибы, по ягодке. Какую же у нас выберут дети картинку? Ну, конечно же, веселую внучку. С корзинкой. Здесь мы выбрали героев по заданным вопросам. Дальше. Кто же еще жил с нашим дедушкой и бабушкой? При помощи волшебного мешочка дети выбирают, что с нашим дедушкой и бабушкой жили, ну, допустим, медвежонок, щенок, мышка, козленок и котенок, допустим. Выбрали мы героев. Теперь мы определим, чем же занимаются эти герои. Ну, бабушка отправилась у нас кормить козленка. Мышка-нарушка спряталась в норку. Вот, возле крыльца сторожит мышку. Внучка отправилась в лес, а мишка пошел сопровождать ее, чтобы охранять. А щенок возле дверей лежит и дом стерезит. Вот у нас дед отправился в огород. Пошел дедушка в огород. Стать вопрос. Давайте крутанем столько раз, сколько будет один плюс три. Четыре. Вот мы и крутим. Раз, два, три, четыре. И посадил дед у нас ананас. Рос ананас на солнышке, рос и вырос. Ни большой, ни маленький. Какой вырос ананас? Конечно же, дети могут ответить все, что угодно. И среди этого будет большущий-пребольшущий. Начинаем нашу сказку. Продолжаем нашу сказку дальше. Вырос ананас большущий-пребольшущий. Думает дед, что же с этим ананасом делать? Вариантов много. Ну что с ним делать? Растет ананас, перерастает. Соответственно, убирать надо ананас. Подошел дед к ананасу. Тянет-потянет, не может вытянуть. Кого же дед может позвать? Кто ближе всего? Ближе всего бабка. Покричал он бабку, прибежала бабка. А за ней и козленок прибежал. Потянули они ананас втроем. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала бабку внучку. Кричала-кричала, но не дозвалась. Попросила она щенка сбегать в лес привезти. Побежал щенок и привел. И внучку, и сам прибежал. И мышку, медвежонка привел. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Кого же можно бы позвать? Смотрят, кот на солнышке нежится. Позвали они котенка. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Вспомнил тут кот, что мышка под крыльцом живет. Пришлось ему мышку позвать. Позвали они мышку. Прибежала мышка. Мышка за кошку. Кошка за мишку. Мишка за жучку. Жучка за внучку. Внучка за козленка. Козленок за бабушку. Бабушка за дедушку. Тянут-потянут и вытянули ананас. На этом можно бы сказку и закончить, а можно и продолжить. Куда ее дед мог деть? Куда мог деть ананас? Мог бабушке привезти. Бабушка с него могла и колобок испечь, и все, что угодно. И сказка продолжается. Элементов очень много. И если еще у нас попадет вдруг тот же колобок, колобок испечет бабушка. А может быть у нас дед не бабушке привезет, а увезет дед на базар продавать и обвиняет на что-то. И вот такая сказка оформится в печатное издание, в котором уже будет непривычная нам репка, где посадил дед репку, а сказка про ананас, который вытягивали и медвежонок, и козленок, и мышка с кошкой. И несмотря на это, смысл сказки сохраняется, что общими усилиями мы можем сделать одно общее дело. И таким образом вы видите, что данное пособие очень широко может использоваться для развития детей. Ссылка на видео, это видеоконсультация для развития речи у детей младшего дошкольного возраста с использованием данного пособия. До ваших контактов, да. И перейдем к вопросам. Смотрю, смотрю. Значит, Галина Жаркова. Интересное представление сказок. У меня есть фланелеграф. Я его тоже использую для сочинения сказок. Вы знакомы, что такое фланелеграф? Да, фланелеграф знаком. Это что-то подобное. Что-то печать на фанели. Ага. Александра пишет. Очень интересное пособие. Вроде не сложно в изготовлении, а как наглядно и как легко в использовании. Задумалась о том, чтобы сделать такое. Никогда не печатала на фетре и габардини. Интересно будет попробовать. Ну, на фетре напечатать не удастся. На фетре можно напечатать при помощи термотрансфертной бумаги. Там рисунок печатается на бумаге и при помощи утюга переносится. А вот на габардине можно прямо напечатать на принтере. Габардин вырезается по формату А4. Нижний край проклеивается. Ну, вот строительный скотч бумажный по низу. И как бумажный лист проходит по принтеру. Интересно, пишет Татьяна, как выводить на принтере на ткани не размазывается краска? Нет, не размазывается. В формате фотопечати не размазывается. Вот у вас очень красивые картинки распечатаны, и вы используете. Как вы их находите? В интернете. Просто в интернете картинки, которые... У меня их вот сколько... Вот здесь сказок. По-моему, у меня 12 штук. Только сказок, плюс еще дополнительные элементы. Плюс еще овощи, азбука, цифры. Все картинки в интернете, которые идут без фона. Скажите, а детям... Они сами приклеивают? Да, но очень легко. Дети и малыши, и взрослые очень хорошо приклеивают в любое место. И они как на занятиях используют, потом они сами играют с этим. На это пособие у меня есть магазин, сделан... Ну, нет, с собой не сделала. Сделан магазин с полочками, и дети играют в магазин, приклеивая товары, покупая. Здорово. Здорово. Вот Галина пишет. Спасибо за метод создания сказочных историй. Я приглашала на вебинар педагогов, но не все смогли прийти. На педагогическом часе обязательно расскажу педагогам. Так, Виктория пишет. На сайте Мерсиба очень хороший конструктор картинок. И Галина просит вас повторить еще раз, из чего сделана основа. Основа – это велкраткань. Она вот такая вот рулона продается, шириной 90 сантиметров, с обратной стороны она клеевая. Ну, как обычные... Не знаю. А сама по себе она мягкая, как липучка, вот мягкая сторона липучки. Эта велкраткань есть в магазинах ткани, есть на Алиэкспрессе. И она очень много цветов у нее, разноцветная. Тут вот у меня склеены две, они просто между собой склеены, и травка приклеивается. Два разных фона склеены между собой, сверху приклеивается травка тоже на липучки. Что такое круги лулья? Это вот там, где были по кругу овощи. Круги лулья предназначены для классификации. Они могут двухъярусные, могут быть трехъярусные. Ну, вот у меня здесь формат двухъярусных, и сейчас вот я их использую в качестве карусели. А так на один ярус можно приклеить признаки на нижние предметы, и при помощи совмещения двух кругов и стрелки мы выбираем признак. А можно выбрать случайный порядок тоже при помощи этой стрелочки. И на нее эти все вот они приклеены липучки. Так, ну вопросов вроде больше нет. Если у вас будут вопросы, вы можете писать по электронной почте, Наталья. Вас все благодарят. Спасибо большое за интересный вебинар. Тогда я прощаюсь с вами. Мы переходим к следующему спикеру. Спасибо большое, Наталья. Всего доброго. А теперь мы перейдем к нашему второму спикеру. Это к Оксане. Оксана, здравствуйте. Это ребенок в правовом поле. Сейчас, одну секунду. Уважаемые коллеги, я вас приветствую. Заведующая детским садом, зовут меня Луканин Оксана Александровна. Сегодня я готова с вами поделиться своим опытом взаимодействия с родителями по формированию у них правовой грамотности. На самом деле это очень важно и педагогам, особенно начинающим, понять точки соприкосновения и границы, где же ответственность педагогическая, где ответственность родителей. Вот именно из этого родилась такая презентация. У нас в детском саду это обязательная встреча со всеми вновь поступающими родителями. Мы определяемся, что называется, где же наши права и где наши обязанности. Я обычно делаю это в виде семинара с помощью проблемных вопросов. Первый вопрос я задаю вот такой. Когда ребенок попадает в правовое поле? Родители по-разному отвечают на этот вопрос. На самом деле юридически ребенок попадает в правовое поле тогда, когда у него появляются первые документы. Справка из роддома, свидетельство о рождении, ну и так далее. И в данном случае ребенок подпадает под юрисдикцию нашего законодательства. И можно считать, что он уже в правовом поле. Какие документы регламентируют положение ребенка? Многие родители не могут правильно их назвать. Все говорят свидетельство о рождении. На самом деле свидетельство о рождении подтверждает факт, то что ребенок находится в этом правовом поле. И дальше мы рассматриваем именно документы, где прописаны права и обязанности по отношению к этому маленькому человеку. Мы все знаем, да, Конвенцию о правах ребенка, Конституция, Семейный кодекс. Есть еще другие документы, но их мы рассматриваем чуть позже. На первом же собрании с родителями мы проговариваем, что конкретно говорится в этих документах по поводу ребенка. Итак, вот наша замечательная семья. Мама, папа, ребеночек родился. В семье, конечно, может быть несколько детей, бабушки, дедушки. Все его любят. И он вот такой маленький, замечательный, находится в окружении многих взрослых людей. И, собственно, все люди заботятся о его благополучии. Каким рождается ребенок? Мы с родителями обсуждаем ситуацию вот в таком ключе. Понятно, что они дети, совершенно беспомощные. Выжить могут только при участии близких взрослых. И главная задача родителей в данной ситуации в том, чтобы обеспечить ребенку в первую очередь безопасность. Ну, понятное дело, мамы знают все про кормление, пеленание, зарядки и так далее. Дальше мы разговариваем вот о чем. Что же это такое? Родитель – фактор стабильности. Здесь я говорю о значимых взрослых, которых принимает ребенок с момента рождения. И те взрослые, которые поведут его по жизни, оставят значимый вслед в его воспитании. И эти взрослые должны быть для ребенка фактором стабильности. То есть это нечто такое, которое его однозначно всегда любят. Сильный, смелый, безопасный. Рядом с ним ребенку всегда хорошо. Поэтому такой взрослый будет являться для ребенка образцом и научит, как себя вести в разных жизненных ситуациях. И если ребенок поступает в соответствии с образцом родителя, он будет знать, что он поступает правильно, хорошо, и он будет в согласии с миром, от которого не нужно будет защищаться. Вот это самая важная и главная роль родителей в раннем детстве – то, что должны они дать ребенку для выхода в социум. Ребенок в семье, окружен, как я уже говорила, всеми ее членами, и взаимодействие между ними определяется семейным кодексом. В нем прописываются правообязанности, родителей, бабушек, дедушек, самого ребенка, кто как между собой общается. Здесь, в принципе, все понятно. Главное – благополучие ребенка. Родительская ответственность закреплена в семейном кодексе, как вы видите, да, в 63-й статье. Все это мы тоже проговариваем на самом первом нашем семинаре. О чем же обязаны заботиться родители по отношению к своему ребенку? И следующая статья 65-я, которая говорит про родительскую ответственность. Что же они имеют право делать, а чему не имеют право допускать? Итак, ребенок вырос, он выходит в мир. Первое, куда они выходят, маленькие наши детки, выходят с мамой во двор в песочницу. И это уже первый опыт ребенка поведения в социуме. Главное правило взаимодействия ребенка с миром. Родители всегда говорят очень много разных вариантов, но самое главное правило взаимодействия с ребенком исходит из картинки, если никак не получается добиться правильного ответа. Ну, здесь такие смешные смайлики, основные типажи, да, как дети себя ведут, то, что может делать во дворе. И мы выходим на самое главное правило взаимодействия не только детей, но и вообще людей между собой. Правило звучит «не навреди». Потому что даже маленькие дети могут навредить друг другу, не желая того или желая, но, тем не менее, их взаимодействие подпадает под уже новые документы. Регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации. Ну, и я говорю, не дай бог, конечно, но уголовным. Потому что уголовное – это у нас немножко, немножко дальше, понятное дело, когда уже там ребенок может нанести большой вред. Пока, тем не менее, Гражданский кодекс. Мы говорим о том, что наши права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. И учим этому ребенка. Родители должны научить, да, ты можешь делать что-то, что тебе захочется, пока это не мешает другим. Дальше ребенок растет и поступает в детский сад. Мы рассматриваем главное отличие семьи детского сада по отношению к ребенку. Много версий всегда выдвигают родители, но самое главное мы рассматриваем вот в этом. В семье ребенок один, и вокруг него взрослые. Все подчинено благополучию этого ребенка. В детском саду детей много, и на него один-два взрослых. И все подчинено благополучию всех детей, а не только одного, которому что-то хочется. Исходя из этого, мы знакомим родителей с документами, по которым мы работаем. Детский сад – это образовательная организация, и в ней действуют определенные законы. Это закон об образовании, в котором прописаны права и обязанности как родителей, так и педагогов. И САНПИН – самые главные наши требования, которые мы должны выполнять. И, например, давать ребенку не колбасу, как хочется родителям, а правильное питание, которое определяется медиками в соответствии с требованиями САНПИН. Вот это мы обсуждаем с родителями предметно, много. И рассказываем, что самое-то главное – ребеночек приходит в детский сад, ему уже два года. И что вы воспитали, то мы дальше и будем образовывать. Говорим про родительскую ответственность, которая прописана в Федеральном законе об образовании. Выборки все мы выводим на слайды. Вот эту самую презентацию и видят родители. Вот именно так, как я сейчас ее рассказываю. И приходим вот к такой ситуации, к такому выводу. На каком же кораблике поплывет ребенок по реке жизни? Насколько он будет успешен в социуме? Мы не говорим сейчас о конкретном развитии, петь, он будет плясать или он будет математиком. Мы говорим, как он себя будет чувствовать в этой жизни, как он будет себя и вести, и какую отдачу получит от этого мира. Вот уже вышел следующий слайд. Мы выходим на правила, что это такое. Мы смотрим происхождение слова, что это на самом деле истина, правильный. Почему идет ассоциация с кораблем? Правила, руль, то, что поправляет нас, направляет в правильном направлении. Наш богатый, могучий русский язык очень в этом смысле символичен. И дальше я показываю такие картинки, картинки, конечно, взяты с интернета, которые символизируют, как себя может чувствовать ребенок в социуме, если мы берем аналогию, что это река жизни. То есть кого-то родители подготовили так, что он при малейшем дуновении ветра или каком-то повреждении, вот видите, на первой картинке воздушный матрас, он может сдуться, ребенок утонет. Где-то ребенок приучен быть не один, а в команде, у него есть весла, то есть родители научили чуть больше, ребенок больше способен в этой жизни приспособиться. Да, и можно следующий слайдик. Вот видите, кто-то вот прямо вот так ребенка научил, что он знает и как управлять, и в чем быть, а кто-то как в медном тазу может раз и утонуть при малейшей волне. Ну, эти картинки на самом деле ярко-образно, символично показывают родителям, что может быть. Словами-то объяснять долго, а картинками вот он раз и увидел. Так, дальше-то. Ага. Вот такой вопрос. На самом деле, зачем это нужно нам, педагогам в детском саду? В принципе, всем понятно, да, чтобы обеспечить безопасность детей, чтобы всем было комфортно, чтобы мы могли с ними заниматься, научить чему-то новому. А вот зачем это нужно детям? Тоже родители знают. Опять же, потому что приспособиться в социум, много отвечать. И я задаю вопрос, зачем это нужно родителям? На самом деле, почему-то этот вопрос вызывает большие сложности. И здесь мы обсуждаем ситуацию, когда родителям это нужно в первую очередь для того, чтобы понять, а в правильном ли направлении я с ребенком занимаюсь, а так ли я воспитываю и могу ли я гордиться своим замечательным ребенком. Ну и вот такая опять же символичная картинка помощь родителям образовательной организации. В статье 44 четко прописано именно в помощь родителям, поскольку родители являются главными педагогами и воспитателями своих детей. Дальше мы рассматриваем при вступлении ребенка в социум, что же помогает ему быть успешным, то есть что же конкретно родители-то должны сделать, что мы-то от них хотим видеть и что поможет нашему ребенку. И выходим вот примерно на такие моменты, что нам в жизни очень помогает вежливость, что ребенку очень важно научиться самообслуживанию, что очень полезно уметь слушать и отвечать, а также обращаться за помощью к взрослому, а не сидеть где-нибудь за верандой и плакать, что что-то не получается. Знание правил поведения в общественных местах облегчает жизнь на самом деле всем абсолютно. Если ребенок правильно себя ведет, значит он свободен пойти в любое место, куда ему захочется, в театр с родителями, еще куда-то. Ну и не совершать недостойных поступков мы обсуждаем самые простые и самые мелкие. Как показывает практика, в высоких материях родители ориентируются гораздо больше, чем в самых простых моментах. Сорить, ломать, кричать, ругаться, драться. Вот такие моменты почему-то очень часто выпадают из понимания родителей. Ну и это мы тоже подробно обговариваем. Вот такой вопрос далее задаю. Сколько времени нам дано на воспитание ребенка? Кто-то отвечает, вся жизнь, потому что мой ребенок до конца моей жизни остается моим ребенком. Тогда я задаю вопрос, а вы всю жизнь будете отвечать за него? 18 лет наступает и уже ответственность самостоятельно ребенок несет. Дальше мы рассматриваем вот такую вот картинку. Жизненный цикл человека. Подобную картинку я видела очень-очень давно в какой-то литературе, но я попыталась ее изобразить вот в такой цветовой форме для того, чтобы, опять же, было более наглядно родителям. И мы смотрим, что полностью ребенок в окружении родителей, когда они 24 часа в сутки могут на него воздействовать и осуществлять воспитание, это вот тот маленький синенький сектор. Всего лишь полтора-два года до детского сада. Дальше ребенок идет в детский сад, в нем он находится где-то 10 с половиной часов, где-то 12. Дальше ребенок идет в школу, там находится 5-7 уроков, потом после школы уже предоставлен сам себе, в кружки ходит. После получения профессии взрослая жизнь. И чем дальше ребенок живет, тем меньше воспитательного воздействия родителей на ребенка. И я стараюсь донести до родителей именно этот момент. Пользуйтесь этим счастьем, когда вы можете с ребеночком находиться 24 часа в сутки, видеть, как он растет, как он взрослеет, учить его правильно себя вести, учить его жить. Ну и опора на русскую народную мудрость всегда является очень ценным таким инструментом. Родители хорошо воспринимают, потому что, как ни крути, тысячелетия доказали состоятельность этих высказываний. Их очень много в интернете. Мы с вами очень много их можем привести, всех возможных примеров. Ну вот я несколько здесь выкладываю. То, что родители просто сами прочитываются слайды, здесь даже нечего обсуждать в принципе. Ну и дальше такие картинки, которые в интернете встречаются, показывают опять же наглядно, что сколько не учи детей, но если ты показываешь не тот образец, они все равно скопируют тебя. Так, дальше. Вот это важная позиция. Потому что максимум информации маленькими детьми воспринимается через зрительный анализатор. Они нас не слышат, они на нас смотрят. Что бы вы ни говорили, ваш образец поведения, он и есть образец поведения. Про семью я подчеркиваю практически на каждом слайде, обращаюсь именно к родителям, как к тем первым значимым людям, которые вносят свой вклад в то, что потом будет опытом, багажом ребенка, и он понесет его с собой по жизни. У нас не будет второго шанса перевоспитать, переобучить ребенка. И это очень большая ответственность. Когда ребенок вырастает, и ты понимаешь, что где-то что-то было не так, можно было бы по-другому, кусать локти будет поздно. Уж лучше делать это сразу, сейчас, с пониманием. Ну, вот такая небольшая классификация для родителей, как видят его дети. Тот родитель реальный, который действительно с ребенком проводит свою жизнь, действительно растет с ним каждый день и каждый час. Номинальный тот, кто присутствует в ее жизни, обеспечивает условия, но никак не участвует в его эмоциональном развитии. Ну, понятно, виртуальный тот, кто вообще рядом. Это реалии нашей современной жизни, когда очень любят маму фотографировать своего ребенка и выкладывать в интернет, при этом не замечая, что же происходит в его душе и с ним самим. Ну, и призываю, естественно, подавать правильный пример. Дальше, поскольку эта встреча происходит у нас в апреле, перед тем, как поступает в детский сад, мы говорим про адаптацию, и я даю такое небольшое напутствие. Как правило, лето — это 13 выходных дней, я имею в виду субботу с воскресеньем, и такие пожелания, которые мы даем родителям, которые помогут им вместе пообщаться, провести совместный отдых, закалить ребенка и прийти в детский сад здоровыми, веселыми, уже что-то знающими, успешными. Естественно, картинки все берутся из интернета. Я стараюсь в своих картинках не обходить никаких членов семьи вниманием, то есть это и бабушки, и дедушки, и мамы, и папы, и братья, и сестры. Ну, вот разные аспекты жизни. Там, где ребенок уже даже самый маленький, но может поучаствовать в семейных делах. Ну и вот благодарю всех за внимание. Приглашаем родителей в детский сад обычно после этого. Здорово. Давайте переключим там, где ваши контакты. Значит, был такой вопрос во время презентации. Всем очень понравилась и заинтересовала презентация. Есть вопрос, можно ли ее как-то получить? Да, я думаю, можно. Я же вам презентацию отправила, ее можно выложить людям. Не жалко совершенно. Вот, смотрите, если мы так сделаем, что у нас будет на YouTube-канале «Университет детства», там есть раздел «Народный университет детства», и там мы выкладываем все вебинары. И мы вот в описании заделаем ссылку на вашу презентацию. Хорошо. Там люди смотрят ее. Да, конечно. Хорошо. Так, давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы. Так, Альфия пишет «Благодарю спикеров. Рада встрече с коллегами». Коллеги, вы можете задать сейчас вопросы. У нас есть 10 минут. Так, Галина. Спасибо. А то пропадали картинку. Это по поводу презентации. Презентацию можно прямо вот людям отдать, потому что ее можно брать и прямо показывать родителям либо педагогам, потому что молодым обычно очень полезно, когда все права и обязанности раскладываются. Ну да, очень все наглядно, что очень важно. Вот Галина пишет «Интересный способ общения про права. Так наглядно и понятно». Да, поэтому все и хотят эту презентацию. Татьяна пишет «Тема очень актуальна». Спасибо. Я так понимаю, что вопросов нет. Все просто в таком восторге, что все понятно и так наглядно и хотят ей пользоваться. Как здорово, что вы ее сделали. Спасибо вам большое, Оксана. На здоровье, лишь бы в пользу. Так, информация нужна для предотвращения конфликтных ситуаций при адаптации. Да, и при этом тоже использовали, даже не только при адаптации, были конфликтные ситуации в среднем возрасте и точно так же использовалось на собрании, когда обсуждали поведение детей, как дразнящих, например, так и тех, кого дразнят, как поведение родителей, да. Здесь вопрос от Ксении. Спасибо большое. А как родители реагируют на данную информацию? Хороший вопрос. Слушают как сказку. Я иногда даже задаю вопросы, говорю родители, дайте мне, пожалуйста, обратный ответ, что-то понятно, непонятно. Иногда я ловлю себя на том, что перестают отвечать, просто слушают. На самом деле у меня серия подобных презентаций на разные темы есть. Если людям будет интересно, могу поделиться и другими, рассказать, как я их провожу. Вот именно такой формат презентации лично у нас очень прижился. Когда проблемные вопросы, и у родителей есть возможность что-то сказать, ответить, задать свои вопросы, это им полезно. Я даже стараюсь теперь уже, получив уже опыт за пять лет, вот таких презентаций. Последние два года я даю такую маленькую аналитическую такую анкетку, буквально очень маленькую рефлексию там, и все пишут на сто процентов, что им это интересно, что им это полезно. Не все пишут, что будут использовать, но это личный товар каждого, 98 процентов только готовы использовать. Вопрос, как они это используют, это уже отдельная тема, но, по крайней мере, 18 тем мне еще родители заказали, скажем так. Ну, то есть объявили, на что они хотели бы удушить ответы. То есть это еще перспектива готовить дальше. У вас, может быть, целый курс таких лекций, презентаций. Да, четыре уже разработанных, еще четыре сейчас в разработке, и, видите, 18 жаждут. Жаждут. Галина пишет, я говорю. На первые собрания родители приходят все. Всем хочется в детский сад, и нужно услышать, что и как понятно. Я этим, конечно же, пользуюсь. Обязательно вот эту презентацию завожу. Второе родительское собрание делаю через месяц уже с воспитателями. Там у меня уже другая тема идет. Точно так же через презентацию. Потому что если сразу не обозначить все наши точки над «и», что и как делаю, да, где наша ответственность, где ваша ответственность, тогда будет очень сложно. А если я с самого начала обозначила правила игры и со своей позиции это преподала, и воспитатели это тоже так же видят, соответственно, они поддерживают ту же тактику, те же требования, то родителям уже ничего не остается делать. Потому что если возникают какие-то вопросы или конфликтные ситуации, я говорю, давайте вспоминать. Я же вам сказала, если это ваше личное желание золотой унитаз, то это за ваши личные деньги. А если я что-то нарушаю, не вопрос, пожалуйста, показывайте мне пункт законодательства, значит, я извинюсь, скажу, извините, я не права, значит, мы будем работать дальше. Поэтому иногда мы даже, ну, я смотрю уже по ситуации, бывает, что мы очень долго зависаем на презентации, а бывает достаточно быстро. И тогда мы можем обговорить границы ответственности, такая некая у меня есть табличка разработанная, да, такая опорная, и памятку родителям потом выдаем опять же. Вот Галина пишет. Я говорю и буду говорить о том, что выросло сложное поколение 90-х годов, которые стали родителями. Очень много вопросов и мало ответов. Вы молодец! По такой схеме работают психологи, готовя семинары для родителей по их запросам. Альфия пишет. Мы почти всем коллективом посмотрели и очень заинтересовались. Тема актуальная. Важный взгляд в формирование правового государства. Ну, мы же с вами все в едином правовом поле и должны как сами выполнять требования законодательства, так и родителей к этому призывать, и детей этому учить. Если не научим этому сейчас, мы получим поколение хаоса. Ну вот, есть контакты, да, там есть электронная почта, это наш детский сад, можно писать, можно даже прям вопросы по вебинару, например, да, я буду сама просматривать, готова ответить. Хорошо. Этот слайд будет в презентации, которая будет прикреплена к видео, все смогут ее посмотреть, да. Спасибо огромное, до свидания. Спасибо, всего доброго. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за внимание. Увидимся в четверг в два часа по московскому времени. Нас будут ждать две интереснейшие темы. Первая, про первую расскажет Ольга Бауэр, это предупреждение и преодоление конфликтов посредством стройтейлинга. А вторая тема, ее раскроет Ольга Разгонюк, речевые игры для развития лексико-грамматического строя речи. Ух, какие две сложные темы, нас ждут в четверг. Присоединяйтесь. Всего вам хорошего, до четверга.